На протяжении многих лет команда «Металлург» была безусловным лидером отечественного чемпионата, но вот уже второй сезон ее позицией оспаривает команда «Колос». Четыре финальных турнира между четырьмя сильнейшими командами призваны выявить нынешнего чемпиона России. При этом «Колос» начинает свою серию финальных игр с большим количеством очков, чем «Металлург». Это положение вещей позже объяснил президент видновского мотобольного клуба Валерий Нефантьев. Сейчас, в принципе, на поле находят три игрока сборной, три чемпиона Европы в одной команде, четыре чемпиона Европы в другой команде. То есть практически играет вся сборная России против друг друга. Поэтому, конечно, это игра достойных соперников. То, что игра будет предельно жесткой и бескомпромиссной, стало ясно с первых секунд. Долгое время спортсмены с трудом прорывались к воротам соперника. Счет в игре открыл Антон Гусев, удачно реализовав подачу Ивана Крештопы за две минуты до окончания первого периода. Второй период продолжился в жесткой борьбе. Вскоре второй мяч, посланный Иваном Крештопой, оказывается в воротах Колоса. Через несколько минут видновчане допускают грубую ошибку, и после реализации штрафного удара счет становится 2-1. Впрочем, под конец второго периода ситуация зеркально повторилась, и на перерыв спортсмены Металлурга отправились с перевесом в два мяча. Судя по обстановке на скамейке Колоса, и патовские пилоты были весьма недовольны таким положением вещей. Как-то можно не забить один в один, ты что прикал? Ты дал вот линию, ты дал сюда на угол, ты не сюда дал, а сюда ты мне его дал. Я тебе дал вот линию, вот он на метр от линии был, дай его удар и все. Ты прям по ногой, ногой был. Вторая часть встречи складывалась еще жестче, чем первая. Буквально каждую минуту арбитрам приходилось останавливать игру. Из-за одной такой ситуации в сторону ворот Металлурга был назначен штрафной, благодаря которому разрыв в счете уменьшился. Впрочем, уже через 4 минуты судья поставил пенальти в ворота Колоса, и после счет стал 4-2. Захватывающая игра. Приятно, когда сильный соперник, потому что когда играешь с слабым соперником, уже выходишь и знаешь априори, что будет. А тут интересно смотреть, когда забавная такая задорная игра, это очень весело. В заключительном периоде игры спортсмены Металлурга прикладывали все усилия, чтобы закрепить преимущество, а их соперники из Колоса напротив атаковали, желая сократить разрыв. И ближе к окончанию игры им это удалось. Но этот факт никак не повлиял на настрой ведновчан, и они закончили матч с победным счетом 4-3. Ну, с Ипатовым всегда сложно, но напряженная игра дома. Я думаю, нам чуть-чуть больше повезло. Еще два тура будут, будем стараться выиграть, чтобы сделать праздник нашему городу. Игра, я думаю, получилась, понравилась и зрителям, и болельщим всем, и тренерам. Как бы все довольны остались, игра именно была интересная, гол в гол, можно сказать. Чуть-чуть у нас, может, не получилось, хотели хотя бы за ничью зацепиться, но фортуна не была на нашей стороне, как говорится. Заключительная встреча первой серии игр пройдет в день города, 8 августа, в 18.00. Поддержим наших! Максим Козлов, Николай Карбанов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова